новинку которые многие ждали и не зря если говорить кратко она имеет активное шумоподавление до целых сорока трех децибел интеллектуальное шумоподавление ветра двойной режим прозрачности отличную эргономику наушников привет тебе airpods pro также великолепное время работы низкую задержку в играх технологию объемного звучания на 360 градусов высокоточная hi-fi качество звука и еще много различных полезных функций но так ли на самом деле дела обстоят у наушников под названием ридми бат 4 pro как нам заявляет производитель сейчас я вам расскажу всем привет вы на канале пользы от меня зовут сани и здесь только быстрые обзоры и сегодня вопреки всему несмотря ни на что самую ожидаемую новинку среди твс мы с вами будем обозревать это ридми бат 4 pro все на китайском языке единственное что я могу понять это то что я ничего не могу понять что здесь есть bluetooth что здесь а и пишет 54 и то что это ридми бат 4 pro все все что они хотели мне рассказать о своем девайсе до того как я его распакую не похоже на то что они сделали в ридми бат 4 и за это ему огромный жирный плюс все моментально включается то есть вы снимаете вот эти вот наклейки кладете бокс разумеется тайпсишная зарядка возможно беспроводная но это мы проверим кнопка для сопряжения кабель для зарядки юсби и юсби тайп си и комплект амбушюр посмотрим сколько их может быть больше двух пар да не больше две пары что я могу сказать вместо тысячи слов лучше протестировать один раз правда весят довольно много 5,4 грамма бокс весит 36,6 грамма смотрим 7 обзоров неделю выгружаю ежемесячно разыгрываю 5 мебендов 6 серии за лайк подписку и комментарий к любому видео условия конкурсов которых под конец месяца всегда много и мои контакты в описании прикрепим мой телеграм-канал с промокодами на алиэкспрессе плюс я там выгружаю эксклюзивный контент в первую очередь примеры съемки камер и техно новости все розыгрыши 30 числа каждого месяца на стриме на канале для стрима перейдем же к беспроводным наушникам полетели продажи имеется только две расцветки белая и черная дизайн бокса минималистичные и стандартные без лишних деталей зарядный бокс изготовлен из глянцевого пластика тактильные материалы приятные но потертости и царапины над боксе появляются моментально так что советую сразу же приобретать кейс под него и хорошо что на али этого дела уже достаточно форма овальная габариты небольшие 63 на 45 на 25 миллиметров в кармане бокс практически не мешается из рук не выскальзывает сборка качественная никаких зазоров я не обнаружил на корпусе расположили название производителя кнопку для сопряжения разъем юсб тайп си и лет индикатор открыть одной рукой крышку бокса можно без проблем крышка в открытом состоянии фиксируется и самостоятельно не захлопывается шарнир пластиковые люфту крышки минимальный хлопок звонкий практически такой же как у бокса airpods of внутри находится краткая информация мелким шрифтом и два вертикальных места под наушники с двумя контактами для зарядки в каждом наушники в боксе слегка гуляют если попытаться их вытряхнуть то нужно будет приложить немного усилий емкость аккумулятора 590 миллиампер полный цикл зарядки занимает 1 час 50 минут беспроводной зарядки нет что является таким приличным файлом наушники можно перезарядить от бокса три с половиной раза саморазряд у бокса лично я не наблюдал что особенно радует переходим к наушникам большая часть наушников изготовлены из такого же глянцевого пластика как и бокс а на внешней части ножки расположили серую вставку выглядит интересно но в целом наушники внешне более чем стандартные ничего нового не придумали можно сказать габариты 28 на 20 на 21 миллиметр звука вот не длинный 5,9 на 7 на 3 миллиметра звука вот имеет выступ для удержания амбушюр и металлическую сеточку сборка наушников хорошая но вот шов в области состыковки двух частей наушника можно было бы и получше замаскировать посадка комфортная сидят наушники плотные дискомфорта не доставляют даже при длительном использовании из ушей выпирают не сильно но заметно при занятии спортом из ушей они не вылетают что хорошо так что потеряет наушник будет сложно но разумеется возможно засыпать я правда с ними не советую на корпусе расположили два контакта для зарядки 6 микрофонов в общей сумме маркировку left и right и сенсорную область из топов на борту play пауза переключение треков регулировка громкости вызов голосового ассистента ответ сброс вызова и переключение между режимами шумоподавления одиночного тапа нет и ложных срабатываний у меня не было на тапа откликаются наушники хорошо но нужно приноровиться к ним настроить тапа возможность есть и настраивать тапы лучше в официальном приложении так как присутствуют все команды тапов но проблемы заключаются в том что официальное приложение на китайском а в приложении под названием не бац м8 всех команд в настройках нет к сожалению но все будет я уверен озвучивание сопровождается сигнальными звуками женского голоса на китайском языке вы не услышите летим дальше оснащены редми бат 4 pro динамическим драйвером катушкой в 10 миллиметров и 6 миллиметровой движущей катушкой с титановой диафрагмой активное шумоподавление на борту шума подавлением до целых сорока трех децибел и это прям очень круто она имеет четыре режима во всех режимах и nc мне понравился к примеру с включенным режимом в самолете я мог прослушивать музыку не выкручивая громкость выше 50 процентов и не слышать окружающие шумы на улице разумеется если вам нужно заглушить посторонний шум в метро то придется выставить где-то процентов 80 ветер глушит но сильным ветром у него проблемы в целом работы активного шумодавая более чем доволен пассивная шумоизоляция неплохая режим прозрачности также на борту с двумя режимами работы усиление голоса и обычный во время разговора с собеседником на улице посторонние шумы не мешают собеседника слышно отчетливо и снимать наушники не приходится также можно включить функцию которая автоматически определяет голос и включает функцию прозрачности на указанное время к примеру на 5 секунд у меня это дело срабатывало хорошо на разумеется в шумном месте где много людей данная функция не особо актуально далее заряд наушников шторки отображается по одному они работают переподключение бесшовное что очень хорошо автоматически подключаются после открытия крышки бокса мультипоинт на борту на два устройства за что отдельное спасибо так как по мне это одна из действительно полезных функций датчики автопаузы на борту отрабатывают быстро и вдобавок их можно отключить по необходимости анимацию можно включить в официальном приложении или воспользоваться анимации из приложения не бац м8 и мне больше импонирует второй вариант срабатывает она не так быстро как хотелось бы но срабатывает емкость аккумулятора одного наушника 54 миллиампер часа полный цикл зарядки занимает один час время автономной работы наушников шикарная по кодеку и си на 65 процентах громкости без включенных различных режимов они у меня прожили 8 часов в целом за время использования ни разу не задумывался о заряде наушников так как на 100 процентах заряда этой пары мне хватило на день прослушивание музыки разговоров у них свободно разумеется не постоянного а если взять еще заряд бокса так вообще все шикарно водонепроницаемость класса и 54 разумеется из купал их в воде по итогу с ними ничего не случилось что радует весь функционал как работал так работает и внешне они вообще не пострадали накупаться в данных наушниках разумеется нельзя и делать то что я с ними делал тоже для этого и пикс 7 нужен далее для удобного использования можно установить приложениями бац м8 интерфейс в нем удобно и он на русском языке но в нем нет настроек всех которые имеются в китайском приложении его же нужно скачать по qr коду в инструкции вдобавок у меня наушник обновились только тогда когда их подключил к официальному приложению в китайском приложении на главном экране с наушниками и заряд аккумулятора наушников и бокса по отдельности что удобно окошко с переключением между режимом шумоподавления режимом прозрачности и обычным режимом настройка тапов возможность выключить или включить функции голосового управления я пытался переключать треки не только озвучивая команды на английском языке по итогу ничего не срабатывало включение автоматического ответа на вызов включение объемного звучания при котором как по мне звук становится лучше и вдобавок громче так что кому будет мало стоковой громкость можете пооспользоваться данным ползунком далее есть четыре звуковых режима на которые к слову наушники откликаются довольно хорошо но кастомного эквалайзера на борту в программе нет проверка правильной посадки наушников лаборатория с новыми функциями такими как поиск наушников уведомление о потере наушников и умная сцена с поддержкой сцены с утра и вечером к сожалению протестировать данную функцию мне не удалось насчет обновления прошивки я уже говорил получилось bluetooth версии 5.3 это очень круто из кодеков на борту sbc и аэси кодеков высокой четкости не завезли но на смартфонах ридми можно включить аудио кодек лси три через две стены не отваливались и фризов я не наблюдал на улице если убрать смартфон в задний карман джинсов или в рюкзак потери связи нет задержка на ютюбе глазу незаметно в играх задержка по заявлению производителя достигает 59 миллисекунд по факту она далека от заявлены играть более чем комфортно к слову тестировал я задержку в паре с редми ноут 11 pro и one plus 9 pro примера вы сейчас увидите на экране фон отрабатывают не совсем мрачно посторонние шумы на улице глушит неплохо но голос искажается знатно иногда еще и пропадает примеры вы сейчас услышите как в студии так и на улице и тест микрофонов долгожданной новинки редми бат 4 pro так наверное должен делать телемагазин шучу смысл в чем в том что сейчас я нахожусь в идеальном помещении максимуму здесь чуть-чуть вентилятор работает для записи звука я здесь записываю распаковки все обито панелями все по фэн-шую то есть мне приходили с приборами проверяли и вот так вас будет слышать собеседник если вдруг вы решите на студии звукозаписи поговорить с ним если вы решите разговаривать с них в обычных условиях пример вы сейчас услышите пример работы микрофонов редми бат 4 pro и я им особенно благодарен почему потому что они выглядят не так же как от 4 когда заказывал я думал это будет эпичный файл я обычно на фотографии не смотрю главное название но самое главное сейчас ветер рядом со мной машины скорой помощи мимо проезжают машины плюс сейчас возможно вы дождетесь и услышите как мимо под меня будет проезжать максимально громкий пазик празднуто мне задумает довольно приличный ветер и примерно так вот в офисе беседники в максимально некомфортных для наушников условиях по идее здесь должны быть вы слышны для вас перегрузы по идее вы рядом должны слышать дорогу забывание ветра и вот вот сейчас какое-то легкое спокойствие апогей в обычных условиях вас будут слышать собеседники смотрим звучание запаса громкости не всем хватит но напоминаю функции объемного звучания лично я прослушивал музыку не выше чем на 65 процентах громкости и мне было более чем достаточно в моем экземпляре громкости с головой если говорить о стоковом звучание то первое что я заметил это хорошие низкие частоты без лишнего акцента который бы только мешал бас плотный и средний бас прямо ощущается середина с хорошей проработкой высокие приятные находится все на своих местах каша есть и это неудивительно только при максимальной громкости свыше 95 процентов но она небольшая сцена шире средней глубина присутствует детальности звучанию достаточно вокал эта пара отыгрывает хорошо как инструментал не лично больше понравилось слушать легкий рок но звучание однозначно зайдет практически всем так как можно прослушивать и классику и современную музыку и не только также я хотел отметить что данные наушники стоит прогревать чтобы получилось действительно хорошее звучание если вы считаете что это ничего не работает посмотрите у бренда one more который делает очень много профессиональной техники есть даже специальная программа для прогрева наушников если вы думаете что они придумали это просто для маркетинга вы сильно ошибаетесь но несмотря на это все лично мне по звучанию не зашли так как все частоты в довольно неплохом балансе из минусов нет беспроводной зарядки бокса нет кастомного эквалайзера программе нет возможности переключать режим и шумоподавления через топ и лично у меня иногда слетает выбранный мною режим нет кодеков высокой четкости с топами нужно заморачиваться также русского языка в официальном приложении нет я бы сказал что они слегка сыроваты пока и надеюсь что с прошивками они станут еще лучше цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео если какие-то промо коды и смотрим моем telegram канале по ссылке в прикрепленном комментарии или в описании там уже 60 тысяч человек резюмирую redmi bad 4 pro как по мне шикарный выбор в этой ценовой категории полезных фишек на борту более чем достаточно и мультипоинт вам и звучание отличные активный шумодав работают они хорошо хоть и требует небольшой доработки каждый раз когда я вам говорю что нет кастомного эквалайзера штатной программе помним что в любом приличном плеере он есть с приложениями можно смириться один раз настроить и радоваться за звучание однозначный плюс ясно и здесь прям не супер мега крутые микрофоны но что делать может быть даже кстати допилят как допилили когда-то пиксель бац подписывайтесь колоколом пишите в комментариях чтобы вы еще хотели увидеть на обзор завтра тирексы вторые я знаю что вы ждали девайсу однозначное да добра и удачи вам дорогие друзья